Всем привет! Меня зовут Владимир Белов. Я ведущий разработчик компании 1С Bittrex. Я сегодня выступаю первый раз, поэтому немного волнуюсь. Вова, я тебе еще напомню, что камера у нас здесь. Сегодня я хочу поделиться опытом и рассказать, как мы используем ES6 для разработки Bittrex 24 и Bittrex управления сайтом. Я расскажу, какие мы используем инструменты, какие используем подходы и расскажу, как все это вы сможете использовать для разработки своих эффектов. В конце прошлого года мы окончательно решили, что нам необходимо переходить на ES6, так как он стал гораздо лучше, чем ES5. Он стал более похож на нормальный язык программирования, такой как PHP, Java или любой другой объект ориентированный язык программирования. В ES6 появилось много всего полезного и интересного. Это синтаксис классов, синтаксис сокращенного объявления свойств объектов. Появилась модульность. Вов, немножко тебя перебью, просит микрофон поближе. Появилась возможность использовать типизацию flow types с помощью дополнительных bubble плагинов. Появились новые структуры данных, такие как set, map, vixet. Сейчас мы их реализуем либо с помощью каких-то своих собственных интерфейсов, либо используем полифилы. Также в ES6 появились стрелочные функции и возможность нормального наследования классов. Давайте посмотрим, как сейчас реализуется наследование на ES5. Мы видим то, что создается какой-то конструктор button, передается параметр, дальше идет проверка на то, что этот параметр есть. Если этого параметра нет, присваивается какое-то значение по умолчанию. Дальше мы пишем какой-то прототип объекта. Далее мы наследуемся от класса button и также указываем ссылки на конструктор родительского класса и ссылки на прототип. В ES6 все это выглядит гораздо приятнее, короче и понятнее. Нет дополнительных проверок параметров, потому что в ES6 есть поддержка значений по умолчанию для параметров и есть конструкция extends, которая позволяет удобно отнаследоваться от нужного вам класса. Кто-нибудь уже использует ES6 для разработки своих проектов? Отлично. Значит, то, что я буду рассказывать дальше, будет вам более-менее знакомо и, надеюсь, будет полезно. Как известно, ES6 не поддерживается браузерами, либо поддерживается не полностью, поэтому перед тем, как отдавать этот код в браузер, его сначала нужно преобразовать в кроссбраузерный ES5. Обычно это решают с помощью вебпака и бабеля. Вебпак производит сборку вашего исходного кода и делает из исходных файлов один большой файл со всем исходным кодом приложения. Дальше он передает его бабелю, который в свою очередь транспирирует весь этот код в кроссбраузерный ES5. И все это хорошо работает для разработки одностраничных приложений, для разработки библиотек, но, к сожалению, не подходит для разработки многостраничных приложений, таких как Bittrex24, где весь код распределен по модулям, компонентам и экстеншнам. К тому же еще из минусов такого подхода с вебпаком является то, что его очень сложно настраивать, сложно разрабатывать окружение. Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы настроить сборку с помощью вебпака. Во-первых, нужно написать огромный конфигурационный файл, написать какие-то условия, добавить какие-то плагины. В общем, все очень сложно. Дальше нужно настроить конфигурацию транспилятора, показать, какой пресет нужно использовать бабелю, какие дополнительные плагины использовать для преобразования какого-то экспериментального синтаксиса. Помимо всего этого нужно настроить конфигурацию тестов, если вы захотите их использовать. На экране можно увидеть mock.rc, например. И это тоже не так просто, как кажется, особенно если вы захотите использовать ES6 для написания своих тестов. Также нужно настроить package.json, настроить команды для сборки вашего кода, команды для запуска тестов, описать полный список зависимостей, которые нужны для того, чтобы ваша сборка работала корректно. Помимо всего этого каждый разработчик, который будет работать с этим кодом, должен будет установить все зависимости, которые описаны в package.json. Все это кажется очень сложным, поэтому мы разработали собственный инструмент, который называется Bittrex CLI. Bittrex CLI позволяет делать все то же самое, что делает вебпак и бабель, но не требует от разработчика сложной настройки окружения. Для того, чтобы настроить сборку с помощью Bittrex CLI, достаточно вот такого простого конфига, где всего два свойства. Input — это путь к исходному файлу приложения. И свойства output — это собственно путь к файлу с уже транспирированным кодом. Помимо этого поддерживается ряд дополнительных параметров, например, такой как namespace, где можно указать namespace, в который будут добавлены все экспорты вашего приложения. Параметр concat позволяет подмешать вашу сборку какие-то произвольные JS и CSS файлы. Параметр trishake, он по умолчанию включен и означает, что из сборки нужно выпиливать весь неиспользуемый код. Параметр plugins позволяет указать свою конфигурацию для бабеля. То есть вы можете указать свои пресеты, например, если вы захотите использовать React или Vue или использовать какой-то экспериментальный синтаксис DS. Как же начать работать с Bittrex CLI? Bittrex CLI — это NPM-пакет, который устанавливается глобально, устанавливается один раз и может использоваться сразу в нескольких проектах. Для того, чтобы установить Bittrex CLI, достаточно выполнить команду npm install –g Bittrex CLI. Если установка прошла корректно, то… вернее для того, чтобы проверить, что установка прошла корректно, можно выполнить команду Bittrex – –help. Если установка прошла корректно, то на экране вы увидите примерно такое. Пакет включает в себя три основные команды. Это Bittrex Build, Bittrex Test и Bittrex Create. Команда Bittrex Build собирает и транспирирует код. Сборка, как я уже говорил, включает в себя объединение всех исходных файлов в один большой файл, а транспиляция – это преобразование ES6 кода в ES5, который поддерживается всеми браузерами. Команда Bittrex Build рекурсивно ищет все bundle config.js, о которых я говорил чуть ранее, и для каждого найденного конфига выполняет сборку. После того, как сборщик все собрал, он считает размеры получившихся bundles и выводит отчет о сборке в консоль. В отчете будет указано то, что bundle успешно создан и будут указаны его размеры. Отчет выглядит примерно так. Здесь мы видим то, что было собрано два модуля. Это модуль main и модуль UI. И указано, какие экстеншны из этих модулей были собраны. Также мы видим размеры по каждому бандлу, в том числе по JS бандлам и CSS бандлам, которые получились на выходе. После того, как мы произвели сборку, мы можем смело подключать любой из экстеншнов на странице, и он гарантированно будет работать во всех браузерах. Также команда Bittrex Build поддерживает дополнительные параметры. Параметр watch test models path. Параметр watch запускает отслеживание изменений в исходном коде. Если такие изменения произошли, автоматически перезапускает сборку. Параметр test позволяет после сборки выполнить тесты, если вы их используете. Если этот параметр указан, то помимо в отчете будет еще указан статус прохождения тестов, то есть будет указано прошли тесты или не прошли. Параметр models позволяет указать, какие именно модули нужно собирать. Это может быть полезно, когда вам по каким-то причинам необходимо собрать только какие-то определенные модули. Через запятую можно указать имена модули, которые нужно пересобирать. Параметр pass позволяет сделать сборку по какому-то конкретному пути. Это может быть полезно, когда вы работаете в одной директории, но вам вдруг понадобилось пересобрать какой-то другой extension или другой какой-то код, который находится где-то в другом месте. И чтобы из этой директории текущей не выходить, можно запустить сборку с параметром pass. Команда bitrix.test позволяет запускать mocha-тесты и выводить подробный отчет в консоль. Она также, как и команда bitrix.build рекурсивно ищет все bundle.config.js и в директории, в которой лежит bundle.config.js, она пытается найти папочку тест. Если она ее находит, выполняет из нее все файлы, которые оканчиваются на .test.js. Такое именование файла нужно для того, чтобы bitrix.cli мог отличить файлы тестов от каких-то других JS файлов, которые могут быть в этой директории. Потому что помимо тестов могут быть файлы с какими-то моковыми данными, какими-то дополнительными функциями, которые нужны для работы ваших тестов. После прохождения тестов выводится подробный отчет в консоль. Какие тесты были выполнены и выполнены ли они были успешны. Отчет выглядит примерно так. Мы видим, что все тесты выполнились и выполнились успешно. битрикс тест, так же как и команда bitrix.build поддерживает дополнительные параметры. Параметр watch, параметр models и path. Watch запускает отслеживание изменений в тестах и изменений в исходном коде вашего приложения. Если изменения происходят, тесты перезапускаются. Models позволяет запускать тесты только для указанных модулей. Параметр path запускает тесты по указанному пути. То есть вы можете указать конкретный путь, по которому нужно выполнить тесты. битрикс create. Так как большинство кода для битрикс24 и битрикс управления сайтом мы сейчас пишем в формате extension, мы разработали такую команду битрикс create, которая позволяет быстро создать структуру extension с применением лучших практик. Extension это способ организации кода в проекте, который позволяет легко подключить статические файлы на страницу. В файловой системе extension выглядит примерно так. Мы видим то, что здесь есть какие-то JS, CSS файлы и файлы config.js, вернее config.php, в котором определяется, какие именно файлы нужно подключать на страницу. Видим, что в свойстве CSS указан путь к файлу, к CSS файлу, в свойстве JS путь к JS файлу, который нужно подключить, и в свойстве rel указаны зависимости конкретного extension. То есть в данном случае указана зависимость extension main.core. Это наша стандартная библиотека. Если main.core уже был подключен на страницу, то при подключении этого extension с таким конфигом повторно он подключен не будет. То есть исключается дублирование кода на странице. Подключить extension можно двумя способами, как и с PHP с помощью метода load класса Bittrex main UI extension, которому в качестве параметра можно передать имя extension, либо массив имен extension, в который нужно подключить на страницу. Также можно сделать отложенное подключение extension из JavaScript с помощью функции bxloadext, который также, как и метод load принимает на вход строку с именем extension, либо массив строк с именами extension, в которые нужно подключить. Функция возвращает promise, который будет решен, когда все extension загружены и подключены на страницу. В обработчике Zen вы уже можете писать код, который использует какие-то функции, подключенных extension. Extension могут располагаться в директории Bittrex.js модуля. Имя модуля это в этой директории располагаются стандартные экстеншены, которые поставляются вместе с Bittrex. В local.js имя модуля уже могут располагаться и экстеншены вашего проекта. Итак, команда Bittrex.create, она запускает мастер создания нового экстеншена. В мастере вам необходимо указать имя создаваемого экстеншена, указать, хотите ли вы использовать тесты в своем приложении, хотите ли использовать flow. Замечу, что flow позволяет использовать строгую типизацию и статический анализ кода. Но это актуально в данном случае только для изолированных приложений, которые не имеют внешних зависимостей. После того, как вы ответите на все вопросы, увидите такое сообщение о том, что экстеншен создан и подсказки о том, как этот экстеншен можно дальше использовать. В данном случае указано, как его подключить на страницу и как его заиспользовать в JavaScript. Подробная документация скоро будет, она уже написана и сейчас готовится к публикации, поэтому скоро мы опубликуем на GitHub, на странице проекта и на страничке в NPM. Зато Bittrex CLI уже доступен и вы можете его установить и начать использовать ES6 в своих проектах на Bittrex. Напомню, что установить его можно командой npm install –g Bittrex CLI. Также проект доступен на GitHub, заходите, смотрите исходный код, присылайте pull requests и ставьте звездочки. Ура, поаплодируем. У меня все. Вопросы. Вопросы. Есть ли вопросы? Сейчас я к вам эту приду. Если есть вопросы из-за вас, просто поднимите руку. Давайте я подойду в первую ритуру. Спасибо за доклад. Видно, на самом деле, что вы проделали огромную работу. Огромное спасибо за то, что Bittrex в вашем лице что-то выкладывает на GitHub. Я думаю, здесь это прям заслуживает даже отдельных аплодисментов, потому что мы очень этого ждали, что Bittrex будет какие-то свои наработки выкладывать на GitHub. Это прям большой плюс. Видно, что вы проделали очень большую работу, но при этом, смотря на это, внутренняя боль возможно не только у меня. Я правильно понимаю, что вы предлагаете ES6 без ES6 модулей? Или я ошибаюсь? Почему? ES6 модулей все-таки используем. Конечно, импорт и экспорт и все полноценно используем. Он все будет резолвить. То есть у вас собственный бандлер. Да. У нас есть специальные условия, по которым резолваются вот эти вот импорты и экспорты. Ладно, хорошо. Дальше в кулуарах-то поспрашиваю. Спасибо. Еще вопрос. Ага. Рик, у меня есть у тебя? Есть. Роман, еще раз спасибо. Я здесь, да. Спасибо. Я сейчас попробую поставить его. В принципе, все поставилось. Единственное, что он при установке спрашивает, нужно ли создать репозитории на Mercury. Это вот с чем связано? Да. Сейчас после установки запускается мастер настройки репозиториев. Сейчас поддерживается настройка только Mercury Repository. В ближайшем будущем мы добавим поддержку гитовых репозиториев. Смысл вот этой всей настройки заключается в чем? Когда вы запускаете отслеживание изменений исходного кода и при этом пытаетесь затянуть какие-то изменения из репозитория, механизм, вот этот код, который занимается отслеживанием, он все эти изменения, которые делает репозиторий при апдейте, он считается реальной изменения и начинает все пересобирать, тем самым создавая вообще адовые конфликты у вас в рабочей копии репозитория. А вот эта настройка позволяет все эти проблемы избежать. То есть фактически при установке сразу создается новый внешний репозиторий, да? Нет, репозиторий не создается, у вас просто добавляется два хука, два обработчика событий, которые понимают, что вот эти изменения произошли по вине Mercury, поэтому сборщику их нужно просто проигнорировать и не перезапускать сборку. Естественно, спасибо. Меня зовут Тидоров Александр, у меня такой вопрос. Мы сейчас используем TypeScript. Могу ли я его использовать вместе с вашей системой? К сожалению, TypeScript пока не поддерживается, потому что он не может резолвить имена extension. То есть у нас extension можно импортировать по имени, то есть написать импорт имя сущности какой-то, я добавлю импорт loader from имя extension, допустим, mine.loader. Вот. TypeScript, к сожалению, не может такое резолвить, вернее может, но у него статический конфиг, то есть JSON файл, которому можно указать какие-то алиасы, но это нужно делать руками. Если вы готовы к такому-то, что перечислите все алиасы, то оно будет работать. Можно тоже до кучи спрошу. Можно ли как-нибудь подружить Pag и Bittrex? Это сложный вопрос. Наверное, не смогу ответить по поводу Pag. Спасибо. Еще можете задать коллегам уже в кулуарах вопросы. Да, ребят, спасибо за работу. У меня единственное про замечание, я вот в конце увидел у вас слайд там, и установка идет через глобальный флаг. А вы уверены, что это правильно? Да, так задумано. Это сделано для того, чтобы избавить проект от наличия node models в директории и от наличия каких-то конфигурационных файлов, которые вообще в проекте не нужны. Поэтому мы решили все это инкапсулировать в глобальном пакете и вынести его вообще вне проекта. То есть такой подход позволяет использовать один и тот же сборщик, одну и ту же конфигурацию в неограниченном количестве проектов. Иван, у тебя еще есть, да? Да, еще вопросик, пожалуйста. Такой вопрос. Можно ли использовать в этой вашей сборочке вью-компоненты однофайловые, либо React, когда вот JSX файлы пишут и вот такие подобные вещи? Да, вы можете в конфиге указать свою конфигурацию бабеля и, насколько я знаю, чтобы собирать однофайловые компоненты, нужен там какой-то особый пресет. Правильно? Вот. И вы можете этот пресет указать и все у вас заработает. То есть поддерживаются абсолютно все доступные опции бабеля. Окей. Еще вопросы есть? Есть. Сейчас, Вов. Шаблоны компонентов как-то автоматически будут собираться? Да. Поддерживается сборка шаблонов компонентов, шаблонов сайтов, сборка экстеншнов и сборка произвольного кода. Спасибо. Все? Я тоже все. Спасибо. Спасибо, Вова. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо.